Привет, с вами Торо, вы на канале Нисанрайз, и мы продолжаем прохождение мобильной элисизации, и сейчас, похоже, мы познакомимся с местной знатью, с местной элитой, с местными аристократами. Ахм, а Зуриком победитель турнира, в своё время. Ахм, стажёр Кирита, вернулся с тренировки. А вообще-то, уже 38 минут прошло, как ты должен был вернуться. А, ну, мой наставник, Сартылина Солрууд, продлила мою тренировку. Обучение с наставником... Обучение с наставником входит в обязанности Пажа, поэтому я ничего не могу сказать. Ну, а ты думаешь, что это повод, чтобы нарушать комендантский час? А, ну, типа, ты думаешь, что это хорошая лазейка, чтобы нарушать... Короче, да. Да ладно, мисс Азурика. Я просто хотел как можно больше потренироваться. А не нарушать... Свой комендантский час. Ай, ладно, понимаю. Ну, что ж, судя по тому, сколько раз ты опаздывал, ты уже просто должен находиться на уровне мастера. Не хочешь ли показать мне, насколько сильно ты... Насколько лучше ты стал? А ты не возражаешь против спарринга? Ой, да ладно, это не стоило бы вашего времени, мисс Азурика. Я всего один год здесь. О, ну ладно, тогда я обязательно задам этот вопрос, когда ты закончишь второй год обучения. Ещё одна женщина хочет драки с Кирито. Как бы он не... Хорошо, ладно, я это принимаю. Кроме того, ужин будет подан через 17 минут. Не опаздывай. Как бы Кирито не зарекался, что с девушками сталкиваться не особо хочет. Да, мам, простите. Они сами хотят его бить. А что, в принципе, справедливо и оправданно. Столовая. А, ты опоздал, Кирито. Ай, извини. Лина сегодня специальную... Мы с Линой сегодня специальную тренировку проходили. Хм, ну ладно, я понимаю. Сегодня же последний день. А ещё я очень голодный. Ах, не могу... Я даже не могу выразить, насколько... Я завидую, Райас. Мы надорвали свои спины, упирая на эту столовую. А они просто пришли и едят. Ну, полегче с ними, Гумберт. Я уверен, что... Пажи есть свои собственные... Как бы, блин, кресты, которые они несут... Как бы правильно... Да, в общем, я уверен, что у Пажи тоже нелёгкая жизнь. О, да, действительно. Они должны выполнять указания своих наставников без всяких вопросов, беспрекословно. Но они выбрали этих простолюдинов, а в роли своих Пажей. И, вероятно, они... Отдают им очень странные приказы. А просто игнорируй их, Кирита. Ну, кстати, Кирита, как там твой сад поживает? Твоя кумба, наверное. Ммм, очень даже хорошо. Всё должно быть готово к выпуску. О, не могу дождаться. Это... Этот самый подарок Линия. Сегодня вечером, после обеда, я подумал, что... Возможно, стоит сходить и прихватить немного... Более плодородной, сельскохозяйственной почвы. А, может, я тоже с тобой пойду? Хотелось бы увидеть, как всё это дело продвигается. Эм... Довольно плохо оно там продвигается. Так, Асуна или... Если, ну, он... Так, ну, Алиска. Лариска, точнее. Ну, потому что... Потому что у Ларисы есть ОЕ скиллы, а у Асуны этого дела нет. Только вот с Киомбои будет. Окрестности Центурия. На, видимо, с какими-нибудь этими животными. Кирита. Они здесь ли ты собиралась собрать почву? Да, если пройти через это поле, вон там будет довольно много её. Поскольку у нас сегодня двое, мы можем принести вдвое больше. Хе-хе. Ну, не подведи меня, Юджио. Ах, как всегда. Ну, ладно, давай поторопимся. Да, небольшая прогулка по полю. Какие враги могут быть на поле в окрестностях Центурии? Хмм... Кабаны? А, сели сни. Понятно. Давай, Ирина, мы тебе всё-таки эту клумбу готовим. Так что нужно отрабатывать добычей почвы. Хе-хе. Центурия, окрестности Центурии, и такие твари здесь водятся. У меня вызывает всё это подозрение. Что они здесь забыли? Так, ладно, давай, Ирина, давай-давай. Для тебя аж цветы растим. Ммм, и даже Сенон немножко апнулась. Хе-хе. Чё-то мне так лень собирать эти сундуки. Для моих персонажей я сомневаюсь, что там будет хоть что-нибудь полезное. А, так, ладно. Это должно быть чем-то наподобие босса. Ну да, Богомол точно из этих. И почему-то у всех здесь сопротивление к адакам. Ларина. Так, вот. ну этого должно быть должно хватить ну тогда давай возвращаться клумба на западе о смотри-ка анимон начинает плодоносить на нем короче появились фрукты но плоды анимона могут создавать на священную силу до которая используется для магии верно да верно я на уроке узнала что если его высушить то именно так он и будет работать блин хотел бы я увидеть хоть раз розу а делая роза увидеть хоть раз ну блин даже императору запрещено выращивать розы вероятно ты их никогда не увидишь только вот чем это связано блин посмотри они уже уже начинают типа это блин я надеюсь что на этот раз они зацветут это моя уже это уже моя четвертая попытка есть две причины по которым по которым в общем он все это затеял первая причина это провести эксперимент с основными принципами этого мира воображением но считается что цветы зефирии не могут цвести на в почве норгл норлангар норлангарта господи можно как-то попроще с названиями но если мое воображение будет превосходить обычное знание может быть я смогу нарушить это призем тебя могу смогу переплюнуть это правило а есть еще вторая причина по которой я выращиваю эти цветы это я удивлен что ты занимаешься этими цветами чтобы подарить их линия на выпускной ну да думаю для меня это немного не характерно блин но я удивлен а за все годы что я тебя знаю я бы никогда и не подумал что тебе нравится садоводство да я если честно тоже удивлен слушай а может быть это знак того что твои воспоминания начинают возвращаться а может быть ты выращивал цветы до того как попал в рулит а может быть это было твоим призванием да эйнкратский садовод ну да может быть так мне нужно немножко воды принести эй кирита а что ты будешь делать если твои воспоминания вернутся о чем это ты в смысле что я буду делать но ты ведь готовишься к тому чтобы стать рыцарем единства чтобы помочь мне верно мне нужно стать рыцарем чтобы найти алису так как ее забрала церковь аксиом но если твои воспоминания вернутся может быть ты вернешься домой если мои воспоминания вернутся я не вернусь я знаю что я был мечником так что вполне естественно что я буду тренироваться чтобы стать рыцарем единства я такой слабый если бы я не встретил тебя кирита я бы по прежнему махал топором каждый день я бы не поступил в эту академию если бы ты не потащил меня с собой поэтому я всегда думал что нужно стать таким же сильным как и ты но услышав как ты говоришь о том что не вернешься домой если даже если твои воспоминания вернутся я чувствую я чувствую облегчение эгоист немножко эй просто для справки я бы не смог попасть в центурию без тебя ну для начала я не знал дорогу да и мои воспоминания были нестабильными да и денег у меня вообще не было а все что у меня было это было мое имя мы все это сделали только потому что мы были вместе и так будет всегда мы делаем друг друга сильнее да ты прав но для начала нам нужно набрать очки в топу нам нужно попасть набрать очки чтобы попасть в топ 12 по экзаменам а блин но мои священное искусство они прям вообще того на суши не мог бы ты мне помочь когда мы вернемся в комнату ну конечно сильнее вместе верно да кирита слушай это напоми это кое-что мне напомнило а в завтрашний день отдыха да это день когда мой меч будет закончен и вот даже с цветочками же даже с цветочками здесь паучок наш милый тоже поможет нам просто чтобы они делали вообще если бы не было этого милого паучка а дальше нас ждет еще одно воспоминание из сао а нас ждет ализбет и какашки дракона да 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 именно здесь он получит свой второй меч но на этом ребята мы эту серию закончим спасибо за просмотр и пока но мы 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 Продолжение следует...